Сегодня мы с коллегами обсуждаем мессенджеры, какими вы пользуетесь и какие вам нравятся больше всего. Но сейчас тема немножко другая. Если бы кошка Миледи могла зарегистрироваться в соцсетях, то мне кажется, она была бы главным амбассадором путешествий. Потому что, обратите внимание на экран, данная кошка, ей всего три года, но она уже со своим хозяином гуляет и путешествует по горам, и у нее это отлично получается. Да таких кошек тысяча. Ну, я хотела бы рассказать конкретную историю данной кошки. За всю свою жизнь, трехлетнюю, она вместе со своим хозяином покорила уже 12 вершин на Урале и трижды ходила в горы Алтая. Они вообще, в принципе, вместе со своим хозяином из Свердловской области. Чаще всего они как раз-таки там, на Уральские горы, и ходят. И Анатолий, так зовут хозяина данной кошки, рассказывает. Анатолий, Анатолий. Он рассказывает, что начал готовить свою кошку к путешествиям еще с тех пор, когда она была со всем котенком. Он для нее в квартире устраивал такую полосу с препятствиями, где ей нужно было проходить ее. И вот в дальнейшем она была уже готова к путешествиям. Вот так они и начали ходить по горам. И делает она это без переноски, без поводка. То есть она абсолютно в таком же свободном пространстве, так же, как и Анатолий. И периодически, если она устает, она забирается к нему на шею или в рюкзак. И так вот они и путешествуют. Также, как рассказывают источники, у нее есть свое место в палатке отдельное. Она не ходит на лоток, она ходит, как и все дикие, да, как будто бы звери, в природу. И более того, она уходит на охоту. И к утру, как рассказывает Анатолий, приносит ему живых мышей в палатку. Но, естественно, ест она не их, а ест сухой корм, который Анатолия всегда ест с собой в запасе. То есть она еду как бы добывает. Да, так она заботится о своем хозяине и как бы заслуживает еду, так скажем. Животные часто это делают. Кроме того, кошка за все эти года, что они путешествуют, ни разу не терялась. Точнее, был один случай, но она просто отошла на 5 часов. Анатолий, конечно, забил панику, но, тем не менее, она сама вернулась. Представляете? Для меня, на самом деле, это, конечно, удивительная история, потому что не так давно у нас в студии был Николай Леонов. У нас была тема, как готовиться к путешествиям со своими животными. И чаще всего мы представляем, что в путешествие с животным можно отправиться, если у вас собака. Но если кот, то это все намного сложнее, потому что кажется, что нужно с собой брать и лоток, и наполнитель, и кучу корма. Но вот здесь совершенно какая-то другая история. Я даже не могу представить, чтобы я со своим Марсом, это мой кот, отправилась куда-то в путешествие. Отправляться лучше в путешествие с любимым человеком. У Толи есть женщина? Ну, не уточняется. Или он с котом только путешествует? Он только с котом путешествует. Понятно. Иван, а что сразу за предубеждения? Анатолий, Анатолий. Не знаю, как там дальше, но песня есть такая. Ну, скажи же, милая история. Посмотрите, какая у него тоже моська замороженная. Вот, ладно, Анатолий, он в специальной одежде, снаряжении, шапка. А кошка-то она, вон. Очень милая история. Только у нее шерсть и все. Как вот он ее научил? Ты же фантастика, конечно. И как она от него в панике не сбегает. Опять же, да. Потому что коты, опять-таки, как нам рассказывал Николай Леонов, они привыкают чаще всего не к хозяину, а к пространству. То есть вот поэтому они такие социализированные животные именно в пространстве. То есть они привыкают к одной квартире, им там комфортно, они не любят менять место жительства. Но если это приходит, то, конечно, куда деваться. Но, в принципе, они вот привыкли к квартире и все. А тут вы выходите в разные совершенно места, там разные запахи. Для котов же тоже очень важно, чтобы был один и тот же запах. И вот как она не теряется, как она не уходит, для меня это, конечно, удивительно. Фантастика. Это правда любопытно. Есть над чем подумать. М-м-м. М-м.